Где можно встретить таких роботов? Конечно, на ежегодной конференции цифровые образовательные ресурсы. Робототехника и 3D-принтеры уже вошли в нашу жизнь. И неудивительно, что школьная программа планирует внедрять именно такие современные технологии. Такие технологии стоит вводить в школе как можно раньше, потому что чем раньше дети поймут, как создавать модели и какие-то вещи, они быстрее поймут, как работать с ЧПУ-станками и таким образом смогут уже создавать все, что угодно в ближайшем будущем. Это биолаборатория. Она не имеет аналогов России. Такая оранжерейная установка включает в себя обучающую программу по изучению ботаники и знакомые детей с миром растений. Это одни из самых значимых направлений, потому что они развивают инженерное мышление, командную работу у детей. И это, скажем, такая нацеленность на профориентацию, профоразвитие в будущем для выбора профессии. Конференция «Цифровые образовательные ресурсы» проходит в нашем муниципалитете уже в седьмой раз. В этом году она посвящена прежде всего развитию информационных технологий и новым методикам обучения школьников. Я, конечно, с огромным удовольствием хочу поблагодарить организаторов конференции. И отрадно, что вместе с коллегами из Матич уже несколько лет подряд работают соорганизаторами региональной научно-методической центра Академии социального управления. В программе форума семинары, обучающие мастер-классы и выставка учебно-методической литературы. Участники конференции, сотрудники образовательных учреждений города, педагоги и представители научных центров региона. Дети у нас сейчас очень активные, очень развитые, даже иногда вперед учителей шагают. И чтобы образование было интересным, естественно, учителям и вообще работникам образования необходимо идти в ногу со временем. В конференции приняли участие представители Центра по обучению детей-инвалидов. Это важное направление, которому следует уделять особое внимание. Ведь дети с ограниченными возможностями здоровья не должны быть в стороне от современных технологий. Так, в центре сейчас обучается более 700 мальчишек и девчонок из разных населенных пунктов Московской области. Для ребят, порой с конкретными заболеваниями, это окно в мир. Для того, чтобы они увидели и своих сверстников, и учеников в классе, и выполняли какие-то интересные проекты. Поэтому это первый шаг на пути к социализации таких детей. Работа практической конференции ежегодно приносит свои плоды. Обмениваясь опытом и внедряя новые современные формы обучения детей, образование становится для школьников еще более интересным и увлекательным. А это и есть самый главный результат. Алла Сталаева, Константин Бондаренко, информационная программа «День». Все-таки формат кулинарного заседания.